19 мая губернатор Евгений Куйвышев побывал в Верхней Салде. Глава региона дал старт строительству нового завода по производству железнодорожных колес «Аллегра» на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». Губернатор отметил, что 2020 год стал серьезным испытанием для региона, для всей страны. И тем не менее, несмотря на трудности, в прошлом году в Свердловской области было запущено 80 новых производств. В Верхней Салде современный завод разместится на участке в 11 гектаров. В 2022 году на промышленную площадку начнет поступать первое технологическое оборудование. Старт производства намечен на конец 2022-го – начало 2023 года. В возведение строительства «Аллегра» будет вложено порядка 16 миллиардов рублей. Мощность предприятия – 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. В рамках проекта планируется создать более 400 новых рабочих мест. В рамках визита в Верхнюю Салду губернатор также встретился с рабочими градообразующего предприятия в СМПО «Ависма». Одной из важных для салдинцев темой стали планы по производству на территории города-парка имени известного в Свердловской области мецената Владислава Титюхина. Жители муниципалитета сейчас выбирают дизайн будущей площадки в голосовании на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор подчеркнул, что строительство может состояться только если горожане проявят активную гражданскую позицию. Если горожане проявят активность в этом голосовании, а в этом тоже, чем больше в процентном отношении людей голосуют, тем рейтинговое голосование среди городов дает возможность поучаствовать в финансировании. Поэтому я вам просто рекомендую всем принимать участие в этом голосовании. И чем больше в процентном отношении будет отдано голосов за тот или иной объект и вообще примут участие, тем город будет в рейтинге и в гарантированной зеленой зоне получит финансирование. Поэтому во многом еще деньги дают туда, куда люди хотят. Если люди не проявляют активность, они уходят на вторую и третью очередь, как правило. Отметим, что создание комфортной городской среды в рамках национального проекта во многом зависит от каждого голоса. Каждый житель отдает его в пользу того или иного проекта. Это касается и общественных, и дворовых территорий. В администрации Новоуральского городского округа состоялось заседание комиссии по реализации программы формирования городской среды. О том, какие дворы города преобразятся в скором времени, в сюжете Валерии Коневой. Благоустройство дворовых территорий – одна из задач проекта «Комфортная городская среда». Работа в этом направлении продолжится и в 2021 году. В мае адресный перечень пополнили еще восемь дворов. Единогласным решением участников общественной комиссии участки были включены в программу. Уже к осени изменится внешний вид около домов 17 и 19 на улице Крупская. Там будет произведен ремонт асфальтового покрытия и колодцев, перенос существующих малых архитектурных форм. Также планируется укрепление откосов, вырубка деревьев, обновление лестниц и восстановление газона. Единым проектом станет благоустройство у шести домов на Советской. В перечне работ числится ремонт покрытия, обустройство стоянки и расширение проезда, устройство пешеходных дорожек, а также спортивный и игровой площадок. Общая стоимость работ по обоим объектам превышает 11 миллионов рублей. Необходимо изыскать средства, потому что на сегодня в бюджете заложены не все средства для реализации этих проектов, поэтому вплоть до заключения там соглашений будут понятны источники финансирования, они в принципе уже понятны. Работы должны начаться в июне, лучше в мае, значит, есть процедуры и однозначное окончание работ, которое будет в положении о субсидиях забито, это 15 октября 2021 года. Выше перечисленные дворовые территории входят в программу софинансирования. Большая часть объема работ финансируется из средств городского бюджета, а жители вкладывают оставшуюся. По программе деньги новоуральцы выплачивают с рассрочкой. Если там Кубская 17-19 идут по софинансированию 10%, то Советская 2-4-6 с дробями идут по софинансированию 9%. Почему разный процент софинансирования? Потому что дата подачи заявления была разная. Гораздо раньше подали Советская, поэтому у них меньше процентов. Благоустройство в этих дворах пройдет под контролем не только общественной комиссии, но и депутатов Думы Новоуральского городского округа Олега Елистратова и Светланы Тюменцевой. На этапе подготовки к обновлению активная работа представителей округа с жителями домов на Советской привела к включению территории в программу. Валерия Конева, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.